всех приветствую продолжаем переоборудовать дом под отопление с помощью майнинг фирм тут не пришли такие мелочи с aliexpress это вольтметр термометр гигрометра с гигрометром в одном флаконе вот сюда буду все в этот управляю пост управления все это дело ставить делаю вот такой вот коллектор то ли троникова можно назвать то есть вот такую сборочку в кольцо в пеню его и все это дело встанет потом вот на окончании вот это вот гофры и будет расходиться соответственно три окошка получилась вот такая вот штука вот такая вот сюда потом она встанет ну все на третьем этаже трубы раскидал вот она большая гофра идет здесь так расстраивается вот тут поджал вот таким вот образом диффузоры такие сделал где-то можно расширить где-то поджать ну и третьего гофра идет туда вниз на второй этаж там еще одно окно подогревать будет вот здесь вот маленькая комната на втором этаже пришлось ее хотя в планы не входило то сделать шумоизоляцию перекрытия ну как как полагается уже планировать это в будущем сделать но так как шум здесь этот шум через потолок проходит на эту комнату соответственно пришлось потратить время сделать ее хотел бы напомнить что все это временное явление на два может быть три зимы здесь будет находиться фермы на лето они будут переезжать обратно в майнерскую в этом сарайчике там самое первое видео можете посмотреть кто не видел почему две-три зимы потому что со временем планируется говорят следующего лета которого будет планируется пристраивать к этому дому такое хоз постройки назовем их там будет два гаража гараж на две машины и еще помещение свободного такого назначения квадратов на 60 наверное если к тому времени с майнинга будет все в порядке эфир перейдет на пост или не перейдет на пост то есть будет какая-то будет какая-то определенность потому что на данный момент пока еще не определено ничего не понятно чтоб что будет с майнингом уйдет на пост эфир и все тогда рухнет не рухнет другая монета p camp не перейдет эфир на пост короче пока еще неизвестно поэтому я пока приостановил наращивание мощности пока 1 и 8 гигах это я набрал по эфиру и все пока на этом все пока останавливается вот к тому времени когда все уже будет ясно чё почем скорее всего если все будет хорошо, то я буду еще наращивать мощности и все мои фермы переедут, выделю то есть я из этого из этих 60 квадратов квадратов может быть 30 ну примерно такое же помещение и там я планирую сделать уже все, скажем так такую, назовем ее домашнее мини-дата-центр то есть охлаждаться это будет все с помощью тепловых насосов с двумя контурами, то есть первый контур летом будет фреон соответственно через теплообменники будет на улицу выбрасывать тепло это как по принципу в больших супермаркетах на фасадах висят огромные вот эти вот сплит-системы которые развеивают вот это тепло в воздух и этот контур будет еще переключаться на зимний режим контур будет состоять уже из других теплообменников то есть фреон-вода то есть фреона вот этот теплоноситель горячий будет передаваться с помощью теплообменников в систему отопления вот этого дома по розетке у меня позволяет киловатт 40 смело я могу чисто для майнинга только использовать 40 киловатт если ставить вот эту сплит-систему то она потребляет грубо говоря 30% от той мощности которую она может перекачать то есть если 30 киловатт грубо говоря 30 киловатт мощности она сможет перекачать либо в воздух рассеять либо вот в этот вот через теплообменник в систему отопления загнать это тепло то и потреблять она будет при этом 10 киловатт конечно это много да, 30 киловатт энергии сможет перекачать и 10 киловатт при этом будет потреблять на свои нужды это дохрена но зато тут много плюсов во-первых абсолютно не нужно будет фильтрация там будет замкнутый воздухообмен скажем так но нужно будет там ставить уложнители промышленного плана потому что тепловые насосы вот эти сплит-системы они конечно там мгновенно высушивают воздух а это очень плохо как я уже в предыдущих роликах говорил и того получается если все будет хорошо если майнинг жив и будет жить 30 киловатт мощности к примеру я расширюсь на 30 киловатт мощности по энергозатратам соответственно 30 киловатт вполне хватит на минимум 300 квадратных метров отапливать помещение как раз примерно все дом 180 плюс эти хозпостройки плюс запас как раз на все мое хозяйство скажем так хватит этого тепла энергии который будет майнинг выделять именно на обогрев зимой всех этих площадей то есть я там сделаю полностью климат-контроль по температуре по влажности скорее всего порошковое автоматическое тушение пожаротушение сделаю ну возможно шлюз какой-то даже небольшой то есть там метр на два то есть двумя дверьми где он куда заходишь грубо говоря с улицы может быть даже переобулся переоделся чепчик одел не ну это с чепчиком шутка конечно то есть и зашел уже туда не таща с собой пыль там какую-то постороннюю потому что фильтрации как я сказал уже ну не будет будет замкнута цикл цикл внутри ну и так же этот шлюз все-таки будет еще отсекать ну шумы то есть через стену ладно шум не будет проходить чтобы через дверь меньше шума проходил так как будет двойная дверь по поводу вот этого увлажнителя самодельного в прошлом ролике я его собрал он потестировал его ну не особо он производительный конечно он да дает свое но во-первых он не очень красиво выглядит и где-то прикинул я посчитал где-то примерно 300 грамм в час он испаряет то есть это на уровне обычного домашнего увлажнителя ну и поэтому я заказал из с Алиэкспресс Китая запчасти от профессионального увлажнителя который я буду собирать ну и будет ролик по сборке ну монтажу установки вот этого испарителя увлажнителя воздуха ну и в том ролике наверное я уже покажу когда все здесь по местам расставлю когда все доделаю когда все фермы станут здесь по своим местам уже такой окончательный вариант этой майнерской ну вот такой вот пульт управления получился то есть вольтаж показывает сколько вольт при регулировке вот этого главного вентилятора ну хотя примерно что понимать насколько он мощности работает потом здесь гигрометр термометр два в одном вот от него датчик вот идет сюда ну выключатель вентилятора можно выключить его отсюда пришла мне вот такая посылка с алиэкспресс для самодельного увлажнителя воздуха то есть блок питания и вот такой вот элемент из десяти вот таких вот мембран керамических то есть кто-то знает домашние обычные испарители увлажнители воздуха вот он имеет они разной формы бывают вот он имеет одну вот такую керамическую мембрану здесь десять десять раз больше здесь такой клапанок то есть вода ниже опустится она выключится то есть производитель заявляет что эта штукенция испаряет пять литров воды в час также еще жду мозги для нее то есть которые будут автоматически включать выключать ее при при достижении определенной влажности воздуха так что подписывайтесь на канал ставьте колокольчик лайк дальше будет больше вот такая шайтан машина еще раз тысячи до и с